По словам Сергея Катырина, это пилотная программа. Подобные мониторинги они собираются провести в нескольких регионах страны. Это позволит отсечь недобросовестных поставщиков и создать базу надежных производителей. Глава Кубани, в свою очередь, отметил, что вопрос о принципе закупок продуктов питания в школы и детские сады в крайне однократно поднимался. Ведь главный критерий при выборе поставщика – низкая цена. С просьбой пересмотреть этот подход Вениамин Кондратьев уже обращался к вице-премьеру Ольге Голодец и заручился поддержкой с ее стороны. Такой проект на Агры сейчас начали. Суть его в том, чтобы мы с помощью торгово-промышленных палат проводили экспертизу тех, кто претендует на то, чтобы поставлять в детские сады, ясли, больницы по госзаказу, муниципальному заказу, чтобы это было до соответствующего качества, ну и соответственно посмотреть на то, какие могут быть условия для таких поставщиков. Спасибо вам за все-таки этот проект. Если торгово-промышленная палата будет делать экспертизу, продукты питания, которые будут идти, в частности, особо для нас принципиально важные – это в детские сады, школы и в наши детские здравницы. Знаете, много у нас дешевого молока. Настолько дешевого, что закрадывается мысль, не фальсификат ли это. И об этом сегодня мы все говорим. Но сегодняшнее законодательство установлено таким способом, что даже покупая детское молоко для детских садов и школ и детских здравниц, мы обязаны брать, как ни странно, самое дешевое. Потому что критерий отбора, даже для детей, оно должно быть просто дешевле, чем иные поставщики молока. Но мы реально понимаем, сколько стоит настоящее молоко на Кубани. Очень важно. Если торгово-промышленная палата будет делать экспертизу, вот тут мы тогда эту проблему, наверное, победим. Еще один вопрос, который затронули на встрече – проекты, нацеленные на развитие сельского хозяйства. В частности, речь зашла о создании предприятий переработки. И к решению этой задачи необходимо подключать бизнес, считает Вениамин Кондратьев. И здесь не обойтись, в том числе и без помощи торгово-промышленной палаты. Переработка сельхозпродукции или глубокая переработка пшеницы – это вообще будущее экономики нашего аграрного региона. И мы должны понимать, если мы хотим будущее, хорошее будущее, сытое будущее экономики, значит, мы должны делать переработку. Заниматься переработкой, как бы сложно, этого не было. А у нас есть фермеры. Фермеры, я считаю, это подушка безопасности, которая должна быть в нашем регионе. Мы аграрный регион. Но следующий шаг у фермеров – это объединение. То есть должен быть какой-то магнит, который их объединит. А это переработка. Вот здесь мы очень надеемся на вашу поддержку, потому что сегодня Кубань должна вырваться из сырьевого региона и стать очень сильным регионом-переработчиком. Президент торгово-промышленной палаты поддержал руководство края и пообещал подключиться к решению этих вопросов. Президент торгово-промышленной палаты поддержал руководство края и пообещал подключиться к решению этих вопросов.